Учитывая, что мы представители Самарской области и региональной власти, то, конечно же, для нас развитие венчурного рынка – один из приоритетных направлений, потому что это единственное, на наш взгляд, в ближайшее время, что может быть элементом повышения конкурентоспособности региона. Потому что кризис когда-нибудь кончится, и все выйдут с новыми продуктами, с новыми технологиями. Именно сейчас надо его создавать, именно сейчас надо рассматривать проекты, потому что за два дня создать новый продукт будет невозможно. А вот в настоящий момент лучшая ситуация для того, чтобы заниматься этим процессом. Весь венчурный бизнес базируется на новых идеях, а новые идеи – это носители, это люди. Поэтому, соответственно, научные школы, люди, которые занимаются изобретательством, лаборатории, которые проводят исследования, они не меняются в один день. Соответственно, интерес к нашим традиционно, так называемым, наукоемким направлениям знаний, он присутствует и сейчас. Может быть, сейчас более сложные стали пути выхода на рынки, но при этом те позиции, которые мы занимали в разработке новых знаний и новых продуктов, мы сохраняем. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние трудности и с изменением, может быть, объемов венчурного рынка, он в большей степени связан с оценками долгосрочных рисков. Вот то, что сегодня говорили о долгих деньгах и долгосрочных планированных вообще макроэкономических ситуаций. Но при этом ценность самих продуктов и технологий не поменялась. Я хочу сказать про Самарскую область, потому что несколько лет назад в Самарской области был проведен аудит компетенций. Мы насчитали порядка 150 научных школ, научных направлений, 25 из которых имеют мировой уровень. Сегодня сформировано три инновационных кластера. Это в космической отрасли, автомобилестроение и медицинское. Вот для нас эти направления будут актуальны в ближайшие 10 лет. Региональное развитие экономики мы построим по кластерному принципу. Соответственно, проекты, которые рождаются внутри кластеров, носятся энергетические эффекты. И в этом случае для инвесторов они крайне интересны, потому что они определяют новые прорывные направления. Поэтому говорить в комплексе, что мы видим в ближайшее время, когда вкладывают деньги, мы считаем, что надо становиться участниками этих кластеров. И в этом случае внутри самих кластеров создавать эти прорывные проекты. Мы участвуем в этой конференции каждый год с того момента, когда начали в Самарской области заниматься темой инноватики. Дело в том, что РВК является лучшим партнером для Самарской области. Мы очень много наработок, которые формируются в РВК, пытаемся внедрить у себя в регионе. Потому что мало говорить об венчурном рынке, надо иметь специалистов. Опять же, строить этот весь бизнес на людях, которые с помощью программы РВК получают дополнительные компетенции и знания.